карагандинский технический университет кафедра строительные материалы и технологии дисциплина химия строительных материалов тема занятия способы получения и применения полимеров 7 лекция часть 1 специальность производства строительных материалов изделий и конструкции разработал доктор технических наук профессор кафедры смит шейки жан амангильдэ шейки жанович караганда 20 год план занятия первое общие положения органической химии второе классификации органических соединений третье высокомолекулярные соединения четвертое строительные материалы на основе высокомолекулярных соединений цель занятия изучение способов получения и применения полимеров формирование теоретических основ прикладной химии необходимых для решения профессиональных и естественно научных знаний задач первое общие положения органической химии современной теории строения органических соединений основными являются следующие положения все особенности органических соединений определяются прежде всего свойствами элемента углерода исключительным свойством углерода обуславливающим многообразие органических соединений является способность его атомов соединяться прочными ковалентными связями друг с другом образуя углеродные цепи практически неограниченной длины ковалентные связи между атомами углерода образованные одной парой обобщенных электронов называют простыми одинарными связями связь между атомами углерода может осуществляться не одной а двумя или тремя общими парами электронов тогда получаются цепи с кратными двойными или тройными связями эти связи можно изобразить следующим образом теория строения объяснила многочисленные случаи изометрии органических соединений цепи из атомов углерода могут быть разветвленными и не разветвленными взаимное влияние в молекулах органических веществ проявляют прежде всего атомы непосредственно связанные друг с другом в этом случае она определяется характером химической связи между ними степенью различия в них относительно электроотрицательности и следовательно степенью полярности связь плача плача Продолжение следует... 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 при отнятии от них молекул одного, двух или нескольких атомов водорода называют углеводородными радикалами. Одновалентные радикалы обозначают символом R, двухвалентные – символом R- или R-, атомы или группы атомов, замещающие водород в углеродной основе, образуют функциональные или характеристические группы, обуславливающие общие химические свойства веществ, принадлежащих к одному и тому же классу производных углеводородов. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 свойствами. Они состоят из гигантских молекул, макромолекул и называются высокомолекулярными соединениями. Невозможно указать точную границу между обычными молекулами и макромолекулами. Условно считают соединения высокомолекулярными, если молекулярная масса превышает 5-10 в третьей степени или 10 в четвертой степени. К низкомолекулярным соединениям относятся вещества с молекулярной массой меньше 500. Соединения с промежуточными значениями молекулярной массы 500 плюс 5000 называют олигомерами. Они обладают свойствами высокомолекулярных соединений и отличаются от низкомолекулярных соединений. Высокомолекулярные соединения носят название полимеров, хотя они часто имеют тот же процентный состав, что и низкомолекулярные соединения. Увеличение молекулярной массы, связанное с образованием длинных цепей, обуславливает их особые свойства. Невозможность перегонки и перекристаллизации, незначительная вязкость, набухание в растворителях предшествующие растворению, образование пленок и волокон при удалении растворителя, а не кристаллов, пластическая деформация, обратимая деформация, создание изделий из расплава. Большое разнообразие свойств, обусловленных строением или введением даже незначительных количеств добавок. Высокомолекулярные соединения могут быть природными, искусственными и синтетическими. К природным относятся белки, целлюлоза, крахмал, лингин, каучук и смолы. Первоначальные попытки синтезировать заменители природных высокомолекулярных соединений привели к возникновению принципиально новых соединений, мало похожих на природные, с широким диапазоном применения. В настоящее время в строительной индустрии используются в основном синтетические высокомолекулярные соединения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Полимеризация Полимеры получаются двумя основными способами – полимеризация и поликонденсация. В общем случае они образуются от отдельных простых молекул, называемыми мономерами. Молекулы высокомолекулярных соединений, состоящие из большого числа повторяющихся мономеров, называют макромолекулой. Полимеризация – реакция соединения мономеров за счет раскрытия двойных связей. Пи – связь преобразуется в две бета-связи, или превращение циклического соединения в линейное. Полимеризация Вы можете видеть по формуле, где M – молекула мономера, MN – макромолекула, состоящая из N мономерных звеньев, и N – степень полимеризации. Если в полимеризации участвуют два или более разных мономеров, ее называют со-полимеризацией. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полистирол Полистирол получают полимеризации стирола под действием органических перооксидов в растворе. Стирол – вязкая, легковоспламеняющаяся жидкость, которая легко испаряется и легко полимеризуется в полистирол. Если не добавить стабилизатор. У людей нервная система является наиболее чувствительной мишенью после хронического ингаляционного воздействия и, вероятно, наиболее чувствительной мишенью после коротковременного воздействия. Первичные эффекты острого воздействия как на животных, так и на людей включают раздражение кожи, глаз, дыхательных путей. Стирол может ацербироваться при проглатывании или контакте с кожей. Полистирол – это широко используемый пластик во многих сферах жизни человека и промышленных товаров. Благодаря своим полезным характеристикам спрос на полистирол постоянно растет, как количество отходов полистирола. Однако полистирол очень стабилен и чрезвычайно трудно разлагается в окружающей среде после утилизации. При обычной температуре полистирол представляет собой твердый прозрачный материал, схожий на стекло, пропускающий до 90% видимые части спектра. Выпускают полистирол в виде гранул 6-10 мм, мелкого и крупнозернистого порошка, а также в виде бисера с влажностью до 0,2%. Полистирол обладает высокими механическими свойствами, в пределах прочности нажатия 80-110 мегапаскалей. Водостоек хорошо сопротивляется действию концентрированных кислот. Кроме азотной и азотной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И ледяной уксусной кислот противостоит растворам щелочей с концентрацией до 40%. К недостаткам балестирола, ограничивающим его применение, относятся. Невысокая теплостойкость, хрупкость, проявляющаяся к ударной нагрузке, применяют при изготовлении гидроизоляционных пленок, облицовочных плиток, теплоизоляционных материалов, водопроводных труб. Подразделяется полистирол на ударопрочный, общего назначения и вспенивающий. Синтез стирола впервые был осуществлен в лаборатории американской компании. Европейской промышленности производство впервые было освоено еще в начале 30-х годов XX века. В Советском Союзе полистирол применялся с 1938 года в военной промышленности как суспезионный полистирол, вспенивающийся. И нашел применение в качестве уникального термоизолятора в гражданском строительстве. Полистирол принадлежит к ряду аморфных термопластов, которые, как известно, легко окрашиваются и формуются. А также хорошо обрабатывается. При этом он практически не поглощает влагу и стоит к низким температурам. Эти свойства позволяют применить полистирол общего назначения ударопрочный и вспенивающийся не только в производстве, но также в производстве бытовых и электронных приборов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дана классификация органических соединений и строительных материалов на основе высокомолекулярных соединений. Вопросы для самоконтроля с РС 1. Какими положениями руководствуются в теории строения органических соединений? 2. Каковы связи и строения в органических веществах? 3. Перечислите ряд органических соединений в зависимости от строения углеродных цепей. 4. Каковы основные черты рядов, характеризующих органических соединений? 5. По какому признаку отличают полимеры от олигомеров или низкомолекулярных соединений? 6. Что такое полимеризация? 7. Что такое поликонденсация? 8. Какие строительные материалы изготавливаются на основе высокомолекулярных соединений? 9. Какая разница между бетонополимером и полимербетоном? 10. В чем причина повышения эксплуатационных свойств? 10. А. Лакокрасочных материалов? 10. Б. Цментных материалов? 10. Список использованной литературы? 10. Кузнецова, Кудряшев, Тимашов, физическая химия вяжущих материалов, высшая школа, 1989 год. 10. Бут, Сычев, Тимашов, химическая технология вяжущих материалов, высшая школа, 1980 год. 10. Б. Бабушкин, Матвеев, Бучедлов, Петросиан, термодинамика, силикатов, строй издат, 1986 год. 11. Шекижан, Рахимова, химия твердых фаз, вяжущих материалов, Караганда, 2009 год. 12. Спасибо за внимание.